Экстренный вызов. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте. Субтитры создавал DimaTorzok Лора почувствовали сразу, но не придали этому значения. Сотрудники бани в приватной беседе намекают на свою чистоплотность. В новогодние праздники был наплыв посетителей, и, возможно, администрация перестаралась с санитарной обработкой. В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, изложенных в материале средств массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Еще одна совсем не детская история сегодня получила продолжение. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения собаки на мальчика в поселке Кольцово. У него множественные травмы лица. У него сейчас после операции швы наложены на носу, швы в носу, на веках, глаза не открываются на голове, следы укусов на руках, на предплечьях, на плечах. Ну, то есть, верхняя часть туловища сильно пострадала. Почти полностью закрытое бинтами лицо. Искусно все тело. Травмы, полученные школьникам, очень серьезные. Эту фотографию сделали родные мальчика сразу после сложнейшей операции. Ребенок возвращался из школы примерно в полдень. Шел привычным маршрутом, когда на его пути появился огромный пес. Маламут повалил свою жертву в сугроб и начал трепать. Тащила в снег, повалила на спину, начала кусать за лицо. Он был в балаклаве, в толстой шапке. Вообще, была холодная погода. Собственно, одежда спасла от прокусов. И, как сказали врачи, нос не откусили благодаря тому, что была толстая одежда. Прохожие не сразу заметили происходящее. Спустя время несколько автомобилистов пытались отогнать животное. Одна женщина своим телом закрывала истекающего кровью мальчика. А незадолго до этого хозяйка Маламута разместила объявление о пропаже пса, подчеркнув, что он не агрессивный и страдает эпилепсией. В тот злополучный день он сорвался с цепи. Сейчас следователи комитета разбираются в случившемся. Мальчику предстоит долгая реабилитация. Собаку, скорее всего, придется усыпить. Дважды оправданный присяжными, тревел-блогер Гамзиков готовится вновь предстать перед судом. На следующей неделе дело об убийстве в ЖК «Ясный берег» изучит апелляционная инстанция. Сам фигурант и его адвокаты не общаются с журналистами, поскольку прокуратура может использовать это против них. Мы встретились с друзьями Анатолия и выслушали альтернативные версии произошедшего. Почему на балконе нет следов крови жертвы? Почему на балконе есть ДНК на ручке каких-то третьих лиц, но эти третьи лица не были установлены? Почему само тело находится на расстоянии, по-моему, почти 3 метра от самого окна? В этом деле вопросов больше, чем ответов. В апреле 2020-го под окнами высотки нашли тело Алексея Хребтова. По подозрению в убийстве арестовали гостившего у него Анатолия Гамзикова. Полтора года мужчину держали в СИЗО, но так и не добившись от него признательных показаний, отпустили под подписку о невыезде. Дважды люди из народа поверили подсудимому. В 22-м году в мае коллегия присяжных приняла решение, что Анатолий не виновен, единогласно. Ни один не был против. Но прокурор решил обжаловать данное решение, и уже в ноябре 2022 года было повторно проведено заседание. Также новая коллегия уже приняла решение, что Анатолий снова не виновен, единогласно, так же, как в первый раз. Вердикт присяжных, на основании которого судья вынесла оправдательный приговор, вновь не устроил надзорное ведомство. Друзья Гамзикова уверены, собранные следователями доказательства не бьются с действительностью. Дорожка крови ведет из квартиры непосредственно погибшего в соседнюю квартиру. И так получается, что тело было обнаружено на 3 метра практически левее, именно под окнами вот этой соседней квартиры. Но следствие, насколько я знаю, не провело там никаких обследований, не искало следы крови, преступления, борьбы на соседних балконах в этом доме. По одной из версий, Алексей Хребтов покончил с собой. Допрошенный в суде эксперт заявил, что на теле и конечностях потерпевшего не было характерных следов волочения и травм, которые могли появиться при контакте с оконным проемом. На теле погибшего повреждения, которые не вписываются или не могут быть объяснены травмы и падения с большой высоты, не установлены. Чтобы доказать то, что рана на голове Хребтова нанесена не ножом или другим острым предметом, а возникла в результате удара землю от осколка черепа, адвокаты обвиняемого требовали провести эксгумацию останков погибшего, но получили отказ. Недопустимым доказательством посчитали и результаты детектора лжи. Гамзиков дважды прошел проверку на полиграфе, которая показала, что он не убивал. Не хотят давать заднюю, не хотят признать свои ошибки. И само собой очень сложно для следствия теперь, спустя почти три года после этого преступления, найти истинных виновников. Кого-то надо засадить, сделать план. И это ужасно на самом деле, потому что невиновные люди не должны нести ответственность за то, что они не делали. Сотрудники областного управления Федеральной службы исполнения наказаний вычислили и задержали преступника, который последние 9 лет числился в федеральном розыске. По иронии судьбы, оперативники навестили беглеца прямо в день его рождения, так что алкогольную вечеринку пришлось экстренно прервать. Сначала виновник торжества, казалось, обрадовался новым гостям, но потом заметно сник. Насколько известно, этого персонажа должны были наказать еще в 2014 году за распространение наркотиков. В то время под стражей выбрать не стали, посчитав, что обвиняемый сам явится в суд. А мужчина взял и сбежал. Приговорили его заочно к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы. Путем несложных математических вычислений он давно бы уже был на свободе, причем вполне легально. Осужденный Ка длительное время скрывался под установочными данными другого лица, но в ходе реализации оперативной информации сотрудниками ГУФСИН России по Новосибирской области было установлено его местонахождение. И совместно с сотрудниками полиции было произведено задержание. Экипаж вне ведомственной охраны Росгвардии задержал в Новосибирске любителя халявы. Молодой человек, как оказалось, частенько наведывался в магазин на улице Беловежской. Вот только платить за товар не спешил. Последний визит нечестного покупателя в эту торговую точку закончился грандиозным скандалом и вызовом ГБР. Мужчина схватил с прилавка товар и, не заплатив, направился к выходу. Когда его попытались остановить продавцы, разразился отборным матом и громко хлопнул дверью. Да с такой силой, что стекло разбилось на мелкие осколки, благо обошлось без травм. Выяснив приметы грабителя, а также направление, в котором он скрылся, группа задержания вне ведомственной охраны передала ориентировку в дежурную часть и приступила к отработке прилегающей территории. Патрулируя ближайший к магазину дворы, один из экипажей Росгвардии заметил подозрительного персонажа. Тот, в свою очередь, увидев машины с мигалками и экипированных бойцов, пустился на утек. Однако скрыться не получилось. Сотрудники торговой точки опознали в задержанном своего обидчика. К этому времени они отсмотрели записи с камер наблюдения, установленных в зале, и поняли, клиент наведывался к ним не единожды. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», пока фигурант под подпиской о невыезде. И последнее. Три частных дома сгорели в Новосибирске. Инцидент произошел этим утром на улице Третьей Кустарной. Когда к месту вызова прибыли пожарные расчеты, здания уже были полностью охвачены огнем. Жильцы успели выскочить на улицу на мороз. Столбик термометра сегодня опускался ниже 30-ти градусной отметки. Общая площадь возгорания превысила 300 квадратов. Спасатели запросили дополнительные силы по повышенному рангу сложности и организовали штаб пожаротушения. Пламя дальше не пустили, хотя и существовала угроза соседним постройкам. На локализацию ушел почти час. Для обогрева погорельцев отправили автобусы. Остальному транспорту проезд перекрыли. На этом пока все. В студии работала Мария Никитина. Берегите себя и оставайтесь на телеканале ОТС. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова